Продолжение следует... Я всех приветствую на канале Тугарыча и сегодня мы сыграем в игру под названием Warface. Лето 2018 года. Появился новый баг, точнее о нем все узнали и понеслась веселуха. Очень часто, ребят, по игре Warface проводятся различные турнирные соревнования, но игра полна багов и сетевых багов и багов в данном случае такого вида, что игрок просто где-то прыгает в стенку, потом начинает прыгать по карте. Я не знаю, ребят, как этот баг полностью, скажем таки, юзается, имею представление, как это все происходит. Но, конечно же, рассказывать не буду, поскольку кинут страйк на канал, там, не дай бог, кинут, а точнее забанят и на аккаунты, и это полнейшая дичь, то, что будет творить mile.ru, если рассказать об этом баге. Точнее, как он именно делается. Ну и между тем, игроки, конечно же, знают, и вот на ИРМке встретили мы такого игрока, бага-юзера, который успешно выносил игроков нашей команды, а мы ему что-то противопоставить в принципе не могли, потому что он убивал нас и был между тем как бы невидимым. Но после того, как он нас убивал, он как бы переставал, видимо, прыгать или что-то, и мы его уже видели конкретно на том месте, где он находился на самом деле. Но до этого он был невидимым. Ситуация, ребят, очень и очень комичная, конечно же, и такого, ну, нигде мы не встречали, ни в батле, ни в одной игре, ни в CSGO. То есть, таких проблем не было. Такая проблема есть только в киберспортивной игре Warface. Наш отряд разбит. Мы проиграли. В свое время мы и я лично донатил огромное количество денег в этот Warface, даже с какой-то надеждой, что она улучшится, будет замечательно, перепишут сетевой код, но ничего не произошло, ребят, не случилось. То есть, сетевой код остался на том же уровне, и появляются новые баги. И смотрите, какая печальная ситуация. То есть, Mail.ru сознательно загубил именно такие вещи, как КВшки, да, то есть, потому что на Альфы, на КВ играли без доната, то есть договаривались. И, соответственно, на РМке, ну, по беспределу люди играют с донатом, и это компания Mail.ru+, потому что все бегут крутить донат. И, конечно же, вот эти онлайн-соревнования, там всякие турниры, они проводятся с тем учетом, что люди, типа, будут стремиться к киберспорту, будут мечтать выиграть эти деньги большие, да, и, соответственно, будут крутить донат, вкладывать свои кровные бабки, тратить их, вот, а Mail.ru будет получать с этого прибыль. То есть, те же РМки, вот которые сейчас, да, тут как бы никому не предъявишь, то есть, не скажешь другим игрокам, вот нашим оппонентам, вы играете, ребят, типа, с багаюзером, а им, в принципе, пофигу, да, именно это по барабану, по большому счету. Если бы у нас, например, как ранешние были КВшки, то есть, мы могли бы предъявить ребятам, сказать, вы, ребят, баги юзаете ваш клан, и игроки по связи бы, они бы, по-любому бы сказали, что такое там, почему у нас игрок реально, он вот эти баги использует, наглую, да, то есть, могли как-то предъявить, могли какие-то санкции именно клану выдвинуть, но на РМках полный беспредел, здесь и читеры, и море доната, все только с донатом играют, с оглушками там, с беретками, с Максимами, с Максимками, с этими топовыми, ну и, конечно же, там, Скорпиончик, который ваншотит в голову и прочее-прочее. Майл.ру в прибыли, в плюсе все замечательно. Ну, а вот баги сетевого кода, они, конечно же, не переделывают, проще в пиар вложить деньги, нежели в починку сетевой составляющей. И не дай бог кому-то вообще рассказать о том, как используется данный баг, поскольку скинут там и страйк на канал обязательно на Ютубе, потому что авторские права все принадлежат компании Майл.ру, и также аккаунт ваш в Варфейсе там забанят на определенное время, поскольку это Майл. Хочу высказать лично мое оценочное мнение, скажем таки, компании Майл.ру. Они нас, людей, считают, ну, пользователи игроков, ну, по большому счету, за быдло. То есть им главное бабки подоить и все. То есть не важен какой уровень игры там, да, или в смысле, каков продукт сам, то есть игра находится типа в ОБТ или что-то подобное, то есть в бета-тестировании, дабы можно было менять характеристики оружия, дабы никто ничто не предъявил им в судебном порядке. Даже если кто-то что-то предъявит, в лицензионном соглашении указано, что максимум, ребята, не могут вам выделить 3000 рублей, если вы выиграете некое судебное решение там в свою пользу. Вот как нам здесь относятся. Ну и видим на видео, челик со скаутом просто нагнулся, к сожалению. Че за дурь вообще, че вы несете? Я несу тортик! Ты че несешь? Тортик, твою мать! И это, в принципе, ломает некую пирамиду, когда игрок задонатил, он имеет превосходство, и здесь его убивают какие-то багаюзеры, которые в забор, наверное, там прыгают. Ребят, хочу со своей стороны отметить, что у меня нету типа топового доната, то есть я не выбивал его и не трачу деньги, да и денег у меня таких нету, чтобы там беретку вытащить, Максима, там Скорпиона, типа бегать, всех там нагибать, но иметь превосходство над людьми, которые не имеют доната. То есть я бегаю с той же Сашей Грей, и мне тоже как игроку обычному обидно, когда меня просто в легкую там где-то со Скорпиончика ваншотят в голову или просто распиливают в тело. Это большая беда. И с моей точки зрения тоже, наверное, какое-то злорадство, потому что вот типа, ребятки, вы игру там создали, да, продаете донат, а у вас багаюзеры там, которые по заборам прыгают, они всех нагибают. В том числе и мы, конечно, поиграли с Серегой, и, ну, никакого удовольствия от этой игры, конечно же, не получить. Здесь полный каламбур творится. Ну, посмотрим, ребят, чем закончится эта ситуация с невидимыми противниками в игре Warface. Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok